Алгоритм мы уже полностью описали. Как видите, это алгоритм с довольно простым кодом. То есть мы описали его просто полностью. Описали и саму быструю сортировку, и то, как работает partition. Все, что будет происходить дальше в этой лекции, это анализ этого алгоритма, оценка на время его работы. То, что он корректен, я надеюсь, уже понятно, а вот анализ — это дело такое слегка хитрое. Но давайте еще раз все-таки оговорюсь. Даже если где-то какие-то части анализа вам вдруг будут непонятны, это, к сожалению, не самая простая часть курса, то это никак не отменяет того, что сам алгоритм быстрой сортировки, он, во-первых, довольно простой в реализации, а во-вторых, на практике, как я уже сказал, работает довольно быстро. А симптатически в среднем его время работы будет Nlogan. То есть так же, как у быстрой сортировки. Но скрытая константа, ну то есть количество обменов элементов, которые он обычно делает на случайных данных, и даже не только на случайных, оно, как правило, меньше, чем у алгоритма сортировки слияния. Ну и к тому же этот алгоритм сортирует массив на месте, почти не использует дополнительной памяти, об этом мы еще поговорим, поэтому у него есть некоторые преимущества, вот даже и формальные над алгоритмом быстрой сортировки, над алгоритмом сортировки слияния. Но об этом мы еще поговорим. Так, теперь давайте готовиться к анализу времени работы этого алгоритма. Вот заметим следующую вещь. Его время работы зависит от того, как там ему повезло с разделителем или не повезло. Если, например, может так случиться, что все время в качестве разделителя мы выбираем минимальный элемент. Ну так, например, будет происходить, если нам дали заранее отсортированный массив. Что тогда? Вы помните, что каждый раз в качестве разделителя мы берем первый элемент нашего текущего куска. Ну вот предположим, что нам дали действительно отсортированный массив, тогда что у нас произойдет? После первого же разделения у нас разделитель встанет на первое место, то есть левый кусок будет размера n-1, левый кусок будет размера 0, а правый кусок будет размера n-1. То есть вот нам дали массив. Вот мы вызвали partition и произошло следующее. Partition поставил нам вот сюда минимальный элемент. После этого мы рекурсивно вызываемся для левого куска, то есть он размера 0, и для куска размера n-1. И вот на этом мы потратили время, ну там примерно n. Следующий кусок будет размера n-1, потом он уменьшится до n-2, ну и так далее. То есть время, которое мы потратим, это будет n плюс n-1 плюс n-2, ну и так далее. Это вообще-то растет квадратично. То есть вообще-то довольно грустно получилось. Даже на отсортированных данных наш алгоритм, как мы заявили в начале быстрой сортировки, работает за квадратичное время. Вообще-то довольно неприятно. От алгоритмов сортировки еще иногда хотят адаптивности. То есть если данные почти отсортированы, то хочется, чтобы алгоритм работал быстрее, чем на случайных совсем данных. Пока что наш текущий алгоритм даже на таких данных работает в квадратичное время. Ну, давайте разбираться дальше. Давайте предположим теперь, что как-то так получается, что все время мы выбираем элемент, который встает там, не знаю, на четвертое место, ну, не знаю, на пятое. Что тогда у нас получится? Ну, то есть предположим, уж не знаю, как там данные должны быть устроены, но так, неважно, реально это или нет, мы пока просто развиваем интуицию, что каждый раз после партишена получается что-то такое. Вот m равно 5, то есть слева остается 4 элемента, а справа остается там n-5 элементов. Ну, и мы делаем рекурсивные вызовы. Но что в этой ситуации можно сказать? Ну, вот здесь мы потратили время n, у нас получилось 2 массива размера 4, а мы n-5. Ну, давайте про тот, который 4, просто вообще забудем. Итак, мы потратили время n, потом у нас будет массив размера n-5, ну, мы на него потратим время, там, n-5, потом, предположим, опять то же самое произойдет, получится массив размера n-10, ну и так далее. Ну, это тоже арифметическая прогрессия, просто раньше у нас здесь шаг был единичка, а теперь шаг 5. Но на самом деле сумма такой арифметической прогрессии будет расти тоже квадратично, просто скрытая константа вот здесь вот в тете будет поменьше, чем вот в этой ситуации, но все равно по-прежнему квадратично, по-прежнему плохо. Давайте посмотрим, как еще могло бы происходить. Могло бы так происходить, что каждый раз нам как-то так повезло, и все время у нас массив разбивается вот примерно пополам. То есть все время нам везет, и мы в качестве разделителя выбираем элемент, который встает потом посередине у нас. Тогда время работы будет удовлетворять вот такому рекуррентному соотношению, t от n это 2, t от n пополам плюс n, ну а с ним мы с вами уже встречались. Это такое же рекуррентное соотношение, как получается у алгоритма сортировки в слиянием. Тогда получается n log n. Это нам уже хорошо. Еще есть вариант, когда, например, массив все время разбивается, ну вот в соотношении там 1 к 9. То есть непонятно опять-таки, как мы можем себе гарантировать, что прямо вот все время ровно в таком отношении будет разбиваться. Но давайте вот на секундочку предположим, что все ровно так и происходит. Все время левая часть получается размеры n на 10, а правая 9 n на 10. Ну или наоборот, левая, правая, неважно. Но вот почему-то так как-то выходит, что каждый раз вот такие части получаются. В такой ситуации время работы на самом деле тоже можно будет ограничить, как n log n. Мы на следующем слайде это покажем. Ну вот представим, что вот так вот все время получается. Давайте все равно тоже рисовать наше дерево рекурсии. Дерево тогда у нас не будет таким сбалансированным. Вот видно, что левая ветка у нас убывает гораздо быстрее. В левой ветке у нас все время n на 10. Ну текущий размер задачи делится на 10, а в правой ветке всего лишь на 10 девятых. Поэтому дерево такое будет у нас кособокое, то есть левая ветка будет гораздо короче. У него она будет высоты логарифм десятичная, поскольку там все время в 10 раз уменьшается, а правая ветка будет высоты логарифмом по основанию 10 девятых от n. Но так или иначе высота его все равно логарифмическая. Высота не больше, чем логарифмом по основанию 10 девятых от n с одной стороны. А с другой стороны на каждом уровне суммарный размер задач, он не больше, чем n. То есть сверху будет n, на следующем уровне будет n на 10 плюс 9n на 10. На самом деле ведь даже на единичку поменьше, поскольку сумма размеров задач это n минус 1. Ну уж не больше, это n. На следующем уровне там какие будут задачи? n на 100 плюс 9n на 100 там плюс сколько-то там, не знаю, 81, видимо. Ну, в общем, понятно, что суммарный размер задач будет по-прежнему n. У нас это свойство сохраняется на каждом уровне рекурсии. Соответственно, на каждом уровне мы тратим время линейное. Вот у от n, то есть здесь потратим c от n, время здесь c от n и так далее. Но уровни логарифмические, поэтому количество, поэтому время работы всего алгоритма будет n логен. Мораль здесь вот какая. Вот что мы пытались этими простенькими примерами, не особо даже реальными, показать. Время работы алгоритма быстрой сортировки будет n логен, если у нас все время происходят сбалансированные разбиения. Сбалансированные это значит, что и та, и другая часть, это какая-то там n умножить на константу. То есть нам не нравится, когда часть получается константного размера, но нам нравится, когда она получается линейного размера. То есть n на 10, 9, n на 10 или даже n на 100. В жизни же у нас не будет никогда получаться, что каждое наше разбиение, оно там в одинаковой пропорции разбивается. Какие-то пропорции будут хорошие, какие-то будут плохие. Но вот сейчас мы покажем, что в среднем на самом деле все будет хорошо, если специальным, не особо хитрым способом даже выбирать разделитель. Так вот, выбирать разделитель мы будем так. Мы знаем, что иногда получается хорошо, иногда получается плохо. Но вот как выбрать разделитель, чтобы получилось хорошо, непонятно. И есть такой очень стандартный и во многих ситуациях работающий трюк. Давайте, раз уж нам непонятно, как это сделать, выбирать случайный разделитель. Что это значит? Это значит, вот есть у нас текущий массив от L до R. Мы раньше разбивали его относительно первого элемента. Чтобы разбить относительно случайного элемента из этого отрезка, давайте сделаем следующее. Перед тем, как вызывать partition, мы выберем случайный элемент, то есть выберем случайное число от L до R включительно, обменяем L-тый элемент с элементом, который стоит по этому вот индексу случайному, а после этого разобьем. Ну тогда действительно разобьется относительно случайного элемента. Давайте сейчас интуитивно поясним, почему же мы тогда рассчитываем, что будет хорошо. Ну вот почему. Давайте рассмотрим, давайте считать вот для этого интуитивного и слегка неформального объяснения, что все элементы в массиве различные. Давайте рассмотрим массив A и рассмотрим его отсортированный вариант. H' мы его называем. Давайте в этом отсортированном варианте рассмотрим такой вот центральный кусок размера N пополам. Он специально здесь подсвечен. Это какие-то N пополам элементов. Они где-то в нашем исходном массиве там живут. Они разбросаны по исходному массиву, мы не знаем как. Но мы знаем, что их N пополам. Ровно N пополам. И более того, мы знаем, что для каждого из этих элементов есть N на 4 хотя бы элементов, которые больше, чем этот элемент. То есть любой элемент вот отсюда выберем, он где-то здесь живет. Я не знаю, где-то здесь, например. Вот он. Так вот, для него вот эти вот N на 4 элементов больше его, а вот эти N на 4 элементов меньше его. Соответственно, если разбиться относительно вот этого вот элемента, мы его называем хорошим, тогда разбиение будет сбалансировано. И левая, и правая часть получатся размера хотя бы N на 4. Каких реальных частей не получится, нас сейчас не интересует, но мы знаем, что ни одна из этих частей не будет слишком маленькая. Вот поэтому разбиение относительно случайного элемента и будет работать хорошо. И вот про такой алгоритм мы и будем доказывать сейчас верхнюю оценку на время работы.